В доме номер 9 в третьем рабочем переулке уже заменили кровлю, завершаются работы по ремонту фасада, проведен косметический ремонт подъездов. Однако проблемы еще остаются. Сначала с внутренних коммуникаций, это то, что сейчас горит. Это у нас канализационные трубы и вода, подача холодной воды. Дом только холодной водой обеспечивается, горячей воды вообще нет. И с момента постройки 1969 года здесь ничего не менялось. Эту встречу инициировали сами жильцы. Пригласили депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа, представителей управляющей компанией и территориального управления Голицына. Совместно осмотрели дворовую территорию, проверили качество проведенного ремонта фасада и подъездов, посетили несколько квартир. Правильно вопрос первый подняли это коммуникации, потому что мы ежедневно с этим сталкиваемся. Водоснабжение и водоотведение это первостепенно, учитывая то, что здесь сложности. У нас здесь нет подвального помещения, это необходимо вскрывать полы на первых этажах, это опять же комфортность проживания жителей, это первостепенный вопрос. В двухэтажном доме 1969 года постройки всего 24 квартиры. Среди пожеланий жителей проведение более качественной уборки подъездов и прилегающей территории, опилка деревьев, мешающих инсоляции жилых помещений, обустройство во дворе удобного пространства для отдыха и детского досуга. По площадке вопрос абсолютно правомерный, но он с другой стороны, понимаете, сейчас у нас нет таких нормативов и требований, чтобы возле каждого двора была площадка для детей. С площадками сейчас настолько контроль строгий. Мы, конечно, попросим какие-то элементы благоустройства в округе, может быть, выделить отдельно, чтобы вам поставить. Но вопрос это возьмем в работу. Еще одна просьба – высадка живой изгороди возле дома. Представители территориального управления Голицына пообещали обратиться в администрацию округа для выделения необходимого количества саженцев. А жильцы выступили с инициативой самостоятельно их посадить. В принципе, вопросы все житейские, что-то требует технического вмешательства, что-то просто документального оформления. Я думаю, что с помощью соответствующих структур, которые здесь, жильцов и подразделений, которые находятся на данной территории, все эти вопросы будут решены положительно. Все недоделки по уже выполненным ремонтным работам планируются исправить в ближайшее время. При согласии большинства собственников по решению общего собрания, которое проведут до 3 февраля, коммуникации в доме могут заменить уже в этом году. А пожелания по благоустройству территории учтут при планировании работ на 2022-2023 годы. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».